Новости 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 Владимир Путин также предложил проработать возможные механизмы поддержки наших производителей с привлечением российского экспортного центра, который создается на базе Внешэкономбанка. Годом спорта может стать 2016 для Ростовской области. С такой инициативой выступили донские депутаты, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Идея родилась после Олимпиады в Сочи, где донских волонтеров признали лучшими. Как отметила председатель Комитета по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Заксобрания области Лариса Тутова, каждый третий дончанин занимается спортом. Ростовская область входит в пятерку самых спортивных регионов страны, поэтому закономерно следующий год объявить спортивным. Пока инициатива на стадии обсуждения. Ситуация прояснится после выездного заседания Комитета Госдумы в Ростовскую область по вопросам физкультуры и спорта. Напомню, нынешний год в регионе – год молодежи Дона. Школа космонавтов открылась в Новочеркасске. Учащиеся получат шанс пройти стажировку в Звездном городке и на Байконуре. Накануне в школе официально начался учебный год, рассказывает генеральный директор Центра космического тренажера строения Валентин Шукшунов. На базе Центра и открылось учреждение. Занятия космонавты планируют проводить еженедельно, по средам. И не за партами, а на примере настоящих космических кораблей. Из этой знаменитой нашей фирмы, Королевской, как мы называем Российской космической корпорацией энергии имени Сергея Павловича Королева, будут приезжать создатели. Вот как выступал Александр Федорович. Это профессионал, это специалист, создатели. Теперь мы сотрудничаем с Центром управления полетом, самым главным Центром управления полета страны, космическим полетом. И у нас есть полная договоренность, что они будут приезжать. Первые ученики – старшеклассники, которых набрали по конкурсу рефератов ко дню космонавтики. После первого урока Мария Баклакшева уже мечтает спроектировать космический корабль для дальних расстояний. Конечно, с детства мечтаю полететь в космос или хотя бы хоть как-то связать свою жизнь с космосом, стать проектировщиком космических макет или космических станций. Помимо астрономии и спецпредметов, в программу входят занятия на новейших тренажерах. При этом лекции проходят среди действующих макетов космических станций и Центров управления. Учиться ребята будут полтора года. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио Тихидон.